Девушки отдыхают 200 миллионов лет назад. С тех пор она убивает и спасает от смерти. Ее называют хлебом дьявола и плевком Бога. Она сказочно красива, но вызывает отвращение. Она вездесуща и неистребима. Она сопровождает человека от рождения и до смерти. Возможно, именно она является хранителем жизни на Земле, но может превратиться в чуму 21 века. И мы даже не предполагаем, какие древние тайны и скрытые силы хранит эта проклятая и благословенная плесень. Мы сталкиваемся с ней постоянно. Привычная, разноцветная, заурядная. Человек либо не замечает ее, либо избавляется самонадеянно, считая, что именно он хозяин на планете Земля. На самом деле мир принадлежит плесени. И если она захочет вытеснить человека из своей зоны обитания, она это сделает. В древних книгах, например, в Коране, сказано, что если твой дом поразила черная плесень, ты должен сжечь его со всем содержимым и покинуть это место. Значит ли это, что в древности люди знали о плесени нечто особенное, чего не знаем мы? Библейский Ной смолил ковчег снаружи и изнутри для защиты не только от воды, но и от плесени. В древнем Китае строительное дерево заранее вымачивали в растворе поваренной соли, чтобы его не съела плесень. Отправляя свои войска завоевывать мир, Александр Македонский приказывал пропитать опоры мостов оливковым маслом, чтобы они не обрушились из-за плесени. Александр Великий вошел в историю как полководец, не проигравший ни одной битвы. Но в битве с плесенью даже он мог только защищаться. Плесень на время отступает, но рано или поздно возвращается, потому что она способна выжить даже там, где жизни быть не может. Читая о том, что произошло в Чернобыле, я столкнулся с очень интересным сообщением о том, что на месте взрыва реактора было извлечено огромное количество плесени. И это показалось мне очень необычным. Исследования последних лет, наверное, последних, да, 10 лет, показано, что плесени могут быть, например, обнаружены во льдах Антарктиды, когда там пробурены скважины порядка нескольких сотен метров. Они сохраняют свою жизнеспособность. То есть самое главное свойство плесени, что они вездесущие. В 2006 году российские ученые провели уникальный эксперимент под названием Биориск. Три специально разработанных капсулы со спорами бактерий и плесневых грибов — пенициллум, аспергиллус и кладоспориум — вывели в открытый космос и прикрепили к обшивке орбитальной станции. Результаты эксперимента оказались сенсационными. Споры плесневых грибов, которые полтора года находились в условиях открытого космоса, выжили. Более того, космическая плесень мутировала. Она стала гораздо агрессивнее и устойчивее. Там, где бы погиб любой живой организм, плесень стала еще сильнее. С чем это связано? Это трудно, конечно, сказать так однозначно. Может быть, на них воздействовал рационный фактор. Но пока эта проблема требует, в общем, дальнейшего изучения. Плесень была и остается одной из загадок нашего мира. Собственно, плесень — это не строго научное, а бытовое понятие. Ученые и биологи обычно избегают этого слова. Если говорить, что такое плесень, плесень — это грибы. Грибы вообще — это отдельное огромное царство. Причем по сравнению с животными, с растениями, оно очень плохо изучено. Питаются грибы, всасывая вещества из окружающей среды всем телом, грибницей или мицелием, состоящим из сильно разветвленных нитей. Над скрытой в земле грибницей возвышаются органы размножения, которые содержат в себе миллионы спор. Я думаю, что многих людей удивит то, что когда они едят грибы, они фактически едят именно половые органы этих грибов. В лесных почвах США проводились исследования обыкновенного опенка ростом около трех сантиметров. Выяснилось, что его мицелий распространился на несколько гектаров. При этом его вес составил 10 тонн, а возраст — полторы тысячи лет. То есть этот опенок — самый большой и старый организм на Земле. Когда в 30-е годы 18 века шведский ученый Карл Линней создавал свою систему природы, грибы он поместил в категорию под названием хаос. В переводе с греческого — первобытный мрак, из которого возник мир. Выяснилось, что самые первые растения действительно содержали в стеблях грибной мицелий. Более того, существует версия, то, что именно нити мицелия стали прообразом кровеносных сосудов и нервных окончаний. То есть в какой-то степени все мы имеем немало общего с грибами. Структура дерева эволюции основана на родственности ДНК-структур. И хотя грибы совсем не похожи на животных в привычном смысле, они — ближайшие родственные организмы. Миллионы видов живых существ появлялись и исчезали в процессе эволюции. Среди самых живучих оказались человек и плесень. Возникает вопрос, почему между ближайшими родственными организмами ни на минуту не прекращается борьба? В конце декабря 2007 года все информационные агентства мира передали тревожное сообщение. Гибнут рукописи да Винчи. Крупнейшее в мире собрание чертежей и рисунков великого Леонардо, так называемый «Кодекс Атлантикус» из библиотеки Амбразиана в Милане, пожирает плесень. В силах плесени уничтожить все, что было когда-либо создано человеком. Крепки могут прекрасно расти на многих поверхностях. Они растут на материале животного и растительного происхождения, на живом и мертвом материале. Я их нашел даже на ракетном топливе. Плесень всеядна, вездесуща, но страшнее, что она чаще всего незаметна. В обычной, относительно чистой комнате без видимых следов плесени в каждом кубометре воздуха содержится примерно 500 спор грибов. Когда человек вдыхает, он одновременно вдыхает и споры грибов. Вот эти крупные споры, они могут вызывать аллергии человека, микогенные аллергии. А вот более мелкие споры, они могут вызывать тогда уже, что существенно хуже, легочные заболевания. Ученые-микологи факультета биологии почв МГУ в течение 15 лет проводят исследования плесени в городской среде. Показалось, что во всех городах больше процент тех плесеней, тех микроскопических грибов, которые как раз потенциально опасны для человека. Например, криптококус неоформанс. Это разновидность грибка, которая часто встречается в городе, в почве, в глубинном помете. Грибок, который не опасен, если он разрастается в нормальной окружающей среде. И, возможно, он есть и в нашем организме, в неактивном состоянии. Но в случае иммунной недостаточности грибок может активизироваться, начнет размножаться и может привести к опасному менингиту, от которого можно умереть. Вот что показали замеры воздуха на детской площадке. На бульваре в центре Москвы. В полутора метрах от проезжей части, где обычно прокладывают пешеходные дорожки. Содержание токсичных грибов здесь превышает предельно допустимую концентрацию в несколько раз. Мы дышим этим и неизбежно приносим споры опасных плесеней домой, на подошвах обуви. Свою квартиру каждый человек старается защитить от внешних воздействий. Стеклопакеты не пропускают загазованный городской воздух. Кондиционеры поддерживают нужный тепловой режим. Мы тщательно создаем для себя идеальные условия и в результате превращаем собственные дома в термостаты, где прекрасно чувствуют себя плесневые грибы. Это было уже лет 15 тому назад, когда в одной клинике в Москве, где оперировали больных с лучевыми поражениями. Там сложнейшая операция, потому что идёт трансплантация костного мозга. Вдруг стали наблюдаться летальные исходы. У прооперированных больных развивались микозы. Хотя, вроде бы, всё заблюдалось. Всё заблюдалось очень хорошо, потому что они лежали в стерильных палатках, врачи полностью переодевались, когда то захородили, всё, вносили им туда пищу, всё только очень стерильно. В этих палатах там были установлены кондиционеры, которые должны были очищать воздух. Но получилось так, что на фильтрах этих кондиционеров то ли они забились, то ли их вовремя не заменили. Там стали развиваться плесневые грибы. Человеку достаточно допустить малейшую небрежность, и плесень моментально воспользуется этим, проникнет в наш организм и попытается разрушить его. Что обычно происходит? Спора легко попадает в лёгочную альвеолу, так как её размеры достигают 2-2,5 микронов. Людям в таком состоянии, в иммунодепрессивном состоянии, им может быть достаточно всего несколько десятков спор, для того, чтобы очень тяжело заболеть, в общем, фактически погибнуть. 16 лет археолог Говард Картер проводил раскопки в египетской долине царей. Исследование финансировал эксцентричный богач лорд Карнервон. Каждый сезон Картер писал ему, что вот-вот обнаружится нетронутая царская гробница. Но поиски в перекопанные вдоль и поперёк долине царей или Бибан-аль-Мулюк результата не приносили. Осенью 1922 года лорд объявил археологу, что его терпение на исходе, и это последний сезон, на который он выделяет деньги. Утром 7 ноября 1922 года лорду Карнервону принесли телеграмму. Наконец удалось сделать замечательное открытие в долине. Великолепная гробница с нетронутыми печатями. Поздравляю, Картер. Карнервон решает немедленно выехать в Египет вместе с дочерью Эвелин. Вернуться в Англию ему уже было не суждено. в Америке. Абсолютно вернуться в Америку. Я вас поздравляю. Благодарю. Миледи. Осторожней. Ну что, начнём? Прошу вас. Конечно. Идём. В гробнице могли скопиться опасные газы. Всё нормально. Осторожней. Это невероятно. Бог мой, это невероятно. Поздравляю, вы просто герои. Невероятно. Это сенсация. Такого ещё не было. Такой кадр. А можно ещё один маленький вопросик? Спасибо, господа. Прошу вас. Миледи. Милорд, а вы не боитесь, что фараон накажет вас за нарушение его покоя? Нет, не боимся. А скажите, пожалуйста. Пресс-конференция окончена. Едем. Вы только себя чувствуете? Смерть лорда Карнервона, наступившая 5 апреля 1923 года, немедленно стала газетной сенсацией. Фантазия журналистов создала таинственные знаки, якобы обнаруженные в гробнице Тутанхамона, предупреждающие надписи о проклятии, которая постигнет каждого, кто нарушит его покой. Когда гробница была открыта и мумия извлечена, началась вспышка пневмонии. Погибли люди. И многие думали, что сбылось проклятие гробниц. Позже было обнаружено, что в тканях мумий все еще жил плесневый грибок, находящийся на высокой стадии развития. Он был живой. Он никогда не умирает. Спустя некоторое время после смерти Карнервона умер еще один участник экспедиции – Артур Мейс. Прессе был неизвестен тот факт, что Мейс был тяжело болен уже к моменту начала раскопок. Как и то, что лорд Карнервон увлекался когда-то автомобильным спортом, попал в аварию, сломал несколько ребер и повредил легкое. Ослабленная иммунная система оказалась идеальной средой для проявления смертоносных качеств плесени. Тем более, что в гробнице жил самый опасный из всех существующих ее видов – черный гриб, аспергилус-никер. Вот сплошь и рядом входишь куда-то в ванну или приезжаешь, ну не знаю, может быть там вот на дачу, в подвальное помещение. И вот какой-то мокрый угол, он весь может быть покрыт вот темными пятнами темной плесени. Темно окрашенные плесени – это те, которые содержат черные пигменты в клеточной стенке. Они очень устойчивы к самым разным типам воздействий, и они очень хорошо могут развиваться вот как раз вот на поверхности стенки. Грибы рода аспергилов – самые коварные из всех плесневых грибов. Например, аспергилус фумигатус. Его споры распространяются как дым, поэтому он и называется фумигатус, то есть дымный. Аспергилус фумигатус очень опасен. В природе он растет в компостных кучах, где температура достаточно высокая. Это их естественная среда обитания, но грибок может проникнуть и в организм человека. Если у нас ослабленная иммунная система, то грибок справедливо полагает, что мы и есть компостная куча, так что он вполне может жить и в теле человека. Споры этого гриба вызывают серьезные заболевания – аспергилезы разных видов. Многим из нас слово «аспергилез» даже незнакомо. И мало кто свяжет внезапное ухудшение самочувствия с вторжением в его организм плесени. Эти грибки могут распространяться в легких, а легкие сообщаются с мозгом, сердцем, ногами. То есть пациент становится буквально нафаршированным грибками. Все грибки, которые вы сейчас видите, были выделены из легких людей, пораженных аспергилезом. Птичий гриб, коровье бешенство – все эти болезни имеют менее пагубные последствия, чем грибки рода аспергилуз фумигатус. Если посмотреть данные статистики, если я не ошибаюсь, в 2005 или 2006 году, только в Париже от аспергилуз фумигатус умерло вдвое больше людей, чем от птичьего гриппа во всем мире. В лаборатории профессора Ладже провели эксперимент. Клетки аспергилуз фумигатус поместили в пробирку с мощным антигрибковым препаратом. Огромное количество клеток погибло, но часть каким-то образом выжила, хотя это было совершенно невероятно. Примерно столько же шансов выжить имел бы человек, помещенный в концентрированную серную кислоту. Нескольких живых клеток вполне достаточно, чтобы аспергилуз мог за короткое время восстановить колонию и продолжить размножаться. Эксперимент показал, что аспергилуз практически неубиваем. Почему аспергилуз фумигатус более устойчив к противогрибковым препаратам, чем другие разновидности грибков? Если бы я это знал, я был бы очень рад. Никто в настоящее время не может дать точное определение этому факту. Когда работа над фильмом была в самом разгаре, пришло сенсационное известие. Вещество, способное бороться даже с таким грозным грибком, как аспергилуз, похоже, наконец найдено. Доктор биологических наук Светлана Чубатова провела эксперимент по сравнению антигрибковых свойств трёх бактерицидных препаратов природного происхождения. АСД, сапонина и эфирного масла монарды. Монарда – это довольно распространённое растение. На культуру аспергилуз нигер поместили кусочки ткани, пропитанной этими тремя препаратами. Сапонин результата не дал. АСД замедлил рост грибка. А эфирное масло монарды в определённой концентрации полностью подавило рост чёрной плесени. Исследования пока не закончены, но уже сейчас ясно. Аспергилуз, перед которым бессильны современные препараты, погибает в контакте с маслом неприметного растения под названием монарда. Всё уже до нас давно создано. И задача науки – изучить те механизмы, те нюансы, которые нам даны природой. Несколько лет назад по всему миру распространилась странная эпидемия заболеваний офисных работников. Сотрудники учреждений, расположенных в комфортабельных зданиях, по непонятным причинам вдруг начинали поголовно болеть. Без ярко выраженных симптомов и без признаков улучшения. Первыми забили тревогу американские учёные. Многочисленные замеры выявили связь между состоянием среды помещения и болезнями сотрудников. Это явление было названо «Сигбилдинг-синдром», то есть синдром больных зданий. Откуда возникали эти заболевания? Иногда какие-то как вялотекущие пневмонии. Плесень, она, в общем, в этот вопрос вот может тоже вносить свою нехорошую липту. Потому что среда, в которой развиваются грибки, была ослаблена. По наблюдениям учёных из Института Пастера, одной из причин распространения микозов, то есть грибковых заболеваний, является ухудшение экологической обстановки во всём мире и глобальное потепление. Потому что грибки лучше всего развиваются во влажной и тёплой среде. И невозможно предвидеть, каковы будут последствия развития грибков в подобных условиях. Вне всякого сомнения, климатические изменения приведут к появлению патологий. За последние 10 лет грибковые заболевания стали причиной смерти 20-30% пациентов, находящихся на лечении в больницах. Так что грибки стали значительно опаснее за последние 10 лет. В 1935 году выдающийся русский учёный Александр Чижевский сделал фундаментальное открытие. Микроорганизмы мгновенно реагируют на вспышку солнечной активности. Одновременно с ростом солнечной активности повышается активность плесени, а значит, её агрессивность. Александр Чижевский доказал, что именно со вспышками солнечной активности связаны все крупные эпидемии в истории человечества, а также бунты, войны и революции. Земные микроорганизмы способны принимать невидимые солнечные сигналы, так называемое Z-излучение, и управлять огромными массами людей, поражая их болезнями или безумиями. В средние века самыми страшными пандемиями, то есть глобальными эпидемиями, были чума и эрготизм. Эрготизм – это отравление алкалоидами спорыньи, грибка, попавшего в муку. Высокая степень отравления спорыньой приводит к гангрене и мучительной смерти. Низкая – конвульсиям, умственным расстройствам, агрессией. Большинство войн в средневековой Европе совпадало с массовым отравлением спорыньой. Одна из самых крупных эпидемий эрготизма пришлась на 1095 год. Именно тогда началось массовое безумие, которое вылилось в самую долгую и кровавую авантюру мировой истории – крестовые походы. Пандемии представляют особый интерес, поскольку в этот процесс вовлечены массы людей. И если мы внимательно посмотрим, мы увидим, что не все люди поддаются эпидемии. Не все заболевают пневмонией, не все болеют гриппом. КОНЕЦ Матушка государиня, пришли вести, что в Москве сирепствует муровая язва. Сирич чума. Дошло уже до девяти сотен мертвецов в день. Больницы обратились в рассадники за разой. Улицы завалены трупами. У Иверской часовни собралась огромная толпа просить Пресвятую Богородицу о заступничестве. Епископ Московский Амросий своей властью закрыл доступ к чудотворной иконе, ибо подобное скопление только усугубляет мор. Обезумевшая чернь растерзала владыку. Это бунт. Да, матушка государиня, бунт. Что московские власти? Бессильный. Матушка государиня, дозволь мне. Главное несчастье Москвы состоит в паническом страхе, от которого произошел хаос. Сделай милость, Григорий Григорьевич. Не лезь не в свое дело. Я поеду в Москву, Катя. Лучшее лекарство от страха. Есть вид человека бесстрашного. Ты можешь заразиться? Нет. Причиной быстрого распространения эпидемии могут стать отчаяние и панический страх. К такому выводу пришли современные ученые. Наш разум посылает телу сигналы страха, и клетки начинают бояться, точно так же, как люди в стране боятся того, что происходит в мире. Этот страх может привести к тому, что клетки перестанут расти. Тогда они заболевают и отмирают. Таким образом, страх приводит к болезням. Это моя любимая тема. Я посвятила исследованию этого вопроса 35 лет. Суть проблемы в том, как стресс воздействует на нашу нервную систему. Представьте, вы испытываете стресс, а ваш организм начинает вырабатывать кортизол и молочную кислоту. Кортизол называют гормоном смерти. Когда Григорий Орлов отправлялся в зачумленную Москву, он готов был сделать невозможное – победить смерть. Не ради славы, ради Екатерины, женщины, которую он любил. Когда человек влюблен, когда у него позитивный взгляд на жизнь, когда человек счастлив, его организм вырабатывает эндорфины, серотонин и другие вещества, регулирующие деятельность иммунной системы. Последние исследования в области иммунологии обнаружили так называемую первичную иммунную систему организма человека, которую формируют особые формы плесневых микрогрибков. Мы говорим о плесневых грибах мукорросомосос и аспергилус нигер. Это плесень-грибок, живущий внутри организма, находящийся в первичной фазе развития. Плесень на стенах помещений, на окружающих предметах – это высшие формы развития плесени. Однако именно примитивные формы плесени являются одной из движущих сил изменений в крови человека. Мы здоровы, пока плесень и аспергилус и мукор в нашем организме находятся в балансе и заболеваем, когда этот баланс нарушается. На это указывают данные американских исследований. Отрицательные свойства грибов проявляются, когда он переходит в патологическую стадию. Мукорросомосос в своей завершающей стадии – это раковый микроб. Такие болезни, как туберкулез, остеопороз, болезни костей, слабоумие – результаты патологии аспергилус. А все болезни, связанные с застоем крови и приводящие к раку, связаны с патологией мукор. Баланс между мукор и аспергилус в нашем организме может быть нарушен, когда мы испытываем негативные эмоции. Злимся, ненавидим, боимся. Эй, отворяй ворота! Пусти! Пусти! Папа! Пусти! Стой же ты! Сама повелиться хотела, там черный ясло! Ты вернешь его! Кто занимается захоронением усопших? Не могем знать. Так... А кто может? А кто может? Почему не звонят колокола? Так что звонить-то? Поздно уже. Разбежались все. Ну, а сам-то что? Я, мой шаг, я... так же за грабей. Та, ть, тьк! Та, тька! Стой же, тька! Ни-ка! Та, тька! Та, тька! Та, тька! Игна Барк! Игна Барк! Господи, спасибо! Спасибо! Глянь! Игна Барк! Игна Барк! Точно! Вот! Господи! С древних времен на Руси в случае бедствии звонили в набатные колокола. Во время эпидемии колокольный набат был не столько предупреждением, сколько средством спасения. Пить в набатные колокола четыре дня и четыре ночи. Во время эпидемий были благословения правящих архиереев. Сведения есть такие у нас из новгородских источников. О том, что, да, производились звоны. Народ обращался к спасителю и создателю, чтобы тот отвернул вот эту страшную напасть. Потому что, когда уже молитвы человеческой не хватало, и надо взывать к небу каким-то таким уже самым радикальным образом. Я думаю, даже не звонили, а именно били во множество колоколов. То есть помогите, спасите вот такой СОС. СОС на всю Вселенную. Современная звукоанализирующая техника способна улавливать колебания, возникающие во время колокольного звона. Это совершенно особый частотный спектр, который рождается только, когда бьют в колокола. Именно на этих частотах снижается рост патогенных микробов и одновременно повышается иммунитет человека. Ты чувствуешь, как твой организм, он весь вибрирует от звука колоколов. Звук ты уже воспринимаешь не ушами, а всем своим существом. Поскольку я звоню в колокола с 1985 года регулярно, то я с этого времени практически не знаю, что такое гриппы, ангины, вот эти вот мелкие пакостные болезнетворные бактерии, и лично на меня никакого влияния не оказывает. Идет тот, слышит, не к нам ли? По приказанию графа Григория Орлова, исполняющего волю государьи императрицы, из числа арестантов набираются похоронные служители. Зерич Мортусы. В обязанности им меняется, вывозить тела усопших, чтобы предать их погребению в особо отведенных местах. Мортусам выдаются холщовые рубахи для защиты от заразы. И что захотел? Сейчас сам вывозит. Ну, вон и как зашел-то. Тем Мортусам, кто будет с усердием выполнять сие обязанности, будет даровано прощение и свободу. А что, а вось правда? А что, а вось правда? Где твоя рубаха-то? Давай. Давай. Орлов действовал решительно. Пресекал мародерство. Все, кто мог работать, были отправлены на расчистку улиц. Чтобы тела умерших не сжигали и не хоронили рядом с домами, граф распорядился устроить новые кладбища. Ваганьковская, Даниловская, Доргомиловская, Пятницкая и Каледниковская. Когда казенных денег на больнице и карантина не хватало, давал свои. А собственный дворец на Вознесенской улице превратил в госпиталь. Недобросовестных и трусливых лекарей Орлов вышвырнул, остальным повысил жалование вдвое. Исполнение своих указаний граф проверял ежедневно, появлялся всюду, не боясь заразиться. Ихний? Угу. Как звать? Украина. Тезка, стало быть. Отведешь в больницу, покажешь лекарем. На, вот, держи. Благослови Тебя, Господь. Бесстрашие и уверенность графа Орлова дали людям надежду. Паника и беспорядки в городе прекратились. Наши эмоции и верования передают телу химические вещества, которые представляют собой сигналы для клеток, объясняющие им, как следует себя вести в мире, в котором они живут. Орлов покидал Москву победителем. Орлов покидал Москву победителем. Орлов покидал Москвы вне. Пойдусь. Пойдусь. Здорово, тезка. Ну что стоишь? Поехали. По личной просьбе графа, мальчика Гриню определили в кадетский корпус. В честь Орлова императрица повелела отчеканить особую медаль с надписью «И таких сынов рождает Россия». Победив страх и ненависть, Григорий Орлов остановил моровую язву. Он обладал тем, что сильнее эпидемий и могущественнее плесени. Все, что мы воспринимаем, делаем, едим, говорим, слышим, все, что воздействует на наши пять органов чувств, а также окружающая среда, оказывает огромное влияние на поведение плесневых грибов. Во многих религиях, к примеру, есть заповеди о чистой и нечистой пище. В исламе система питания называется халяль, то есть то, что разрешено. В иудаизме есть понятие «кошерной еды» от слова «кошрут», что означает «пригодный». Непригодными, помимо прочего, являются свинина и моллюски. Эти запреты имеют четкое биологическое обоснование. В организме свиньи мутирует огромное количество бактерий. А многие виды морских моллюсков являются потенциально опасными для человека из-за переизбытка белка, который может вызвать перерождение плесневых грибов. Самый высокий процент случаев опухоли лёгких наблюдается среди мясников. И это заболевание вызывается аспергилой. Мясники проводят очень много времени в контакте с тушами животных, кишащими чёрной аспергилой. Плесень находится повсюду. Но мы чаще всего относимся к ней пренебрежительно. Срезаем зелёные пятна плесени с корки хлеба или куска старого сыра. Снимаем тонкую белую плёнку с варенья. И спокойно съедаем то, что осталось. Даже не подозревая, как это опасно. Вообще, когда вы берёте любой заплесневелый объект, или как-то, так сказать, пытаетесь что-либо с ним делать, не делайте так, чтобы оттуда всё летело. Не ворошите его, не стряхивайте. Наоборот, это надо аккуратно закрыть. Можно пакетом плёнкой аккуратно свернуть. И аккуратно выкинуть. Потому что самое главное, не надышаться этим споровым материалом, как мы говорим, то есть массой спор, которая может на этом как раз присутствовать. Даже если, например, только одна половинка апельсина поражена плесенью, моя бабушка бы сказала, отрежь её и съешь всё остальное. Но если есть споры, значит, поражён фрукт целиком. Нельзя есть пищу, покрытую плесенью. И нельзя жить в доме, где есть плесень. Но как любой гриб, плесень может быть и ядовитой, и съедобной. Разница между бархатистой корочкой камамбера и белой плёнкой на огуречном рассоле такая же, как между белым грибом и бледной поганкой. Французские ракфор, камамбер и бри, итальянские горгонзола, немецкие мюнстер и дорблю, датский данблю. Все эти деликатесные сыры создаются с использованием особых, благородных плесеней. Вот это кусочек сыра с плесенью. И если посмотреть внимательно, то можно увидеть грибок, растущий в сыре. Если мы посмотрим сбоку, то увидим, что грибок растёт по всему сыру. А также можно увидеть в сыре отверстия, через которые грибок вводят, вживляют в сыр. Этот сыр божественно вкусный. Я собираюсь съесть кусочек. Это живой гриб. В то утро молодой пастух Дюл Арзак привёл своё стадо к подножию горы Комбау. Совсем неподалёку в деревне Рокфор жила его любимая, красотка Аннет. А в окрестностях было немало известняковых пещер, в которых можно переждать жару и позавтракать. В Котонке, как всегда, лежала краюха свежего хлеба и кусок сыра. Дюл Арзак достал свои припасы и уже было приступил к трапезе. Конечно, пастух забыл о еде. Он наведался в пещеру только через несколько дней и обнаружил, что оставленный сыр покрылся какими-то голубовато-зелёными пятнами. Сыр выглядел совсем неаппетитно, но пастух был очень голоден и решился всё-таки откусить кусочек. Голубая плесень сделала простой крестьянский сыр поистине королевской едой. Это невероятно, но эта забавная история дала жизнь новому виду сыра, любителей которого очень много во всём мире. Вы видите, это не научное изобретение. Это простая житейская история о человеке и еде, благодаря которой мы имеем сыр Рокфор. То есть изначально не применялось никакой технологии. Это приключение, которое помогло найти нужную экосистему, благоприятную для создания этого сыра. В 1411 году особой хартией король Карл VI удостоил жителей деревни монопольного права изготавливать в местных пещерах сыр под названием Рокфор. С тех пор прошло почти 600 лет, но технология изготовления сыра Рокфор не изменилась. Вот как мы делаем этот сыр. Мы протыкаем его специальными иголками и ставим на ребро, чтобы воздух лучше циркулировал во внутренней части сыра. И как только воздух туда поступает, мельчайшие споры плесени начинают бурно развиваться. И мы получаем внутри плесень разных цветов. Она может быть голубой, зелёной. Все оттенки цветов. Для того, чтобы просто сыр стал благородным сыром, он должен пройти сложный процесс афинажа или выдержки. Афинаж — это такой процесс, который невозможно описать. Нет точной формулы, которая позволила бы определить, что этот сыр будет готов через 45 дней, 10 минут и 30 секунд. Это невозможно. Потому что сыр, его корка и плесень — это нечто живое, которое всё время развивается. Благородные сыры выдерживаются в подвалах или пещерах, где поддерживается постоянная температура 12 градусов и влажность 90%. Это условия идеальные для роста плесени. Для нас плесень — некое подобие постоянного аварийного сигнала, который позволяет определить, готов сыр или нет. Для нас это очень важно. Если плесень на сыре появилась в процессе афинажа, значит, процесс идёт правильно. Но если же она выросла у вас в холодильнике, совершенно очевидно, что продукты испорчены. Всем знаком отвратительный серый пушок, который поедает клубнику прямо на грядке. Это грибок Ботритис цинереа. В России его называют серая гниль. Во Франции, Венгрии и Германии грибок Ботритис зовётся благородной гнилью, потому что благодаря ему получаются великие вина. Сатерн рождается на виноградниках Бордо между двумя реками Гароной и Сирон. В начале осени, благодаря чередованию холодного утреннего тумана и жаркого дневного солнца, на ягодах появляется грибок Ботритис цинереа. Когда Ботритис попадает на спелый белый виноград, он размножается внутри клетки, под кожурой. И в этом случае кожица оказывается как бы поражённой грибом. Кожица, потеряв свою герметичность, не сохраняет более влагу. Вода испаряется. Ягода винограда становится морщинистой. Постепенно виноград увядает, но содержимое ягоды становится концентрированным. Вино из такого винограда получается просто волшебным, бархатисто-сладким, с тонами цветов, фруктов и засахаренных орехов. Самый знаменитый из сатернов – легендарное вино Шато-Икем. Едва ли не самое дорогое вино в мире. И сделало его таким. Плесень. В некоторых местах в сознании людей бытует мнение, что плесень сама по себе есть нечто негативное, что очень вредно для здоровья. В этом отношении во Франции дела обстоят иначе. Например, Пастер, великий исследователь, наглядно показал, что благодаря плесени открыли то, с помощью чего можно лечить людей. Гимн человечества плесени – это производство антибиотиков. Потому что пенициллин, он спас, конечно, если я скажу миллионы жизней, я думаю, что я не погрешу против истины. Пенициллин получил свое название от плесневого гриба пенициллум нотатум. Серозеленый пушок пенициллума появился в чашке Петри на заваленном грязной лабораторной посудой столе биолога Александра Флеминга. В то время Флеминг лихорадочно искал средства, способные бороться со стафилококком. Этот микроб был настоящим бичом госпиталей Первой мировой. Даже незначительные раны он превращал в смертельные, и приходилось проводить десятки тысяч ампутаций. Флеминг работал сутками, но безрезультатно. Однажды на глаза ученому попалась та самая чашка Петри, в которой появилась плесень. И Флеминг с удивлением заметил, что неубиваемые колонии стафилококков вокруг плесени просто растворились. Ученый показал плесень своему коллеге. Тот брезгливо исследовал чашку и сказал из вежливости, «Да, очень любопытно». До открытия вещества, которое произведет переворот в медицине и спасет миллионы жизней, оставалось 13 лет. Флеминг узнал, что пенициллум на татум впервые был найден на сгнившем эссопе, растении, содержащем эфирное масло. Ему вспомнились слова из Библии, «Окропи меня эссопом, и очищусь, омой меня, и паче снега убелюсь». Таково было первое в истории упоминание о пенициллине. Одним из немногих ученых, кто сразу оценил гениальность догадок Флеминга, был микробиолог Эрнст Чейн. Он отслеживал все научные публикации о пенициллине и всерьез подумывал о том, чтобы заняться пенициллином вплотную. Ну и ничего не получилось. Столько было разговоров вокруг этого пенициллина и никакого толку. В общем, программу будут закрывать. Это точно? Абсолютно. Пенициллин больше никого не интересует. А что будет с препаратами? Ну, выбросит, наверное. Кому нужны бутылки с плесенью? А я держу пари, что вы читаете статью Флеминга. Бросьте. Старик сам говорил, что не стоит заниматься плесенью. Видите ли, пенициллин слишком нестабилен. Продолжение следует... Простите. Простите. Вы не могли бы уделить мне одну минуточку? Да, конечно. Я биолог, меня зовут Эрнест Чейн. Очень приятно, Аманда Крей. Очень приятно. Скажите, миссис Крей. Мисс. Простите, мисс Крей. Это... Это из лаборатории доктора Дрейера. Пенициллин Флеминга. Плесень. Слава Богу. Скажите, это правда, что доктор свернул все работы по пенициллину? Да. То есть, я могу забрать у вас этот препарат? Да, пожалуйста. 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 К этому времени Эрнст Чейн уже два года работал у профессора Ховарда Флори в Оксфорде. По инициативе Чейна Флори в 1938 году добился от Рокфеллеровского фонда субсидий для работ над пенициллином. К маю 1940 года Чейн и Флори получили неочищенный пенициллин и опробовали его эффект на мышах. Новый препарат просто творил чудеса. Уже два года продолжаются непрерывные воздушные атаки Лондона. Все силы Великобритании брошены на то, чтобы выжить. До науки никому нет дела. Но Флори настаивает, работы по пенициллину необходимо продолжить во что бы то ни стало. Он свято верит, что в мясорубке Второй мировой войны тысячи раненых солдат спасет только пенициллин. Профессор начинает переговоры с американцами, получает подтверждение о готовности финансировать этот проект и немедленно отправляется вместе со своим помощником в Соединенные Штаты, взяв с собой самое ценное – образец неочищенного пенициллина. Это плесень. Обыкновенная плесень. И зачем вам тогда везти ее в Америку? Там что? Плесени нет. А нам нужно именно это. Мы ученые, а это научный препарат. А у вас есть разрешение на вывоз научного препарата за границей Объединенного Королевства? Хорошо. Какое разрешение? Вы что, не видите, что творится? Идет война, и я не могу вас пропустить с этим, с позволения сказать, препаратом. И мои коллеги на американской таможне, я думаю, будут точно так же непреклонными. Мы все поняли. Сейчас мы ее выльем в туалет. Ты в своем уме? У тебя пиджак из шерсти? Ну? Снимай. Есть? Нет. Нет. Они готовы. Это очень что-то如果 я разреш Аик, кто хочетつ дать эту туп oopsды. С какой целью прибыли в Соединённые Штаты Америки? Пожалуйста. Простите, господа. С вами всё в порядке? Абсолютно. А что? Вы каким классом путешествовали? Первым, разумеется. Что-то не так. Да нет, ничего. Показалось. Правительство США выделило огромное сигнование на реализацию проекта. Уже в 1942 году 9 американских фармацевтических компаний наладили производство чудодейственного лекарства. Когда количество наработанных единиц пенициллина перевалило за миллиард, союзники решились, наконец, на открытие Второго фронта. Его оттягивали не только по политическим соображениям, но и из-за опасений, что пенициллина не хватит на всех раненых. Видавшим виды военным хирургам, лекарство из плесени казалось настоящим чудом. Раны у солдат рубцевались буквально за считанные дни, без осложнений, без гноя. При высадке союзников на Сицилии в 1943 году потери фашистов были на уровне Первой мировой войны. То есть из каждой тысячи раненых 150 человек погибало от газовой гангрены. Смертность от газовой гангрены у американцев и англичан отсутствовала вовсе. За всю историю человечества не было в мире другого лекарства, которое спасло бы столько жизней. Для победы во Второй мировой пенициллин сделал больше, чем 25 дивизий. Именно так было сказано в 1945-м при вручении Флемингу, Чейну и Флори Нобелевской премии по биологии и медицине. Сам пенициллин по настоянию Флеминга не был запатентован. Однако технологию его производства во время войны успели запатентовать американские фармацевтические компании. Флеминг был крайне возмущен. Он считал, что лекарство, которое спасает жизнь, не должно служить источником дохода. О разработках, которые вели англичане, в Советском Союзе стало известно в августе 1941-го. Наркомздрав запросил у союзников образец плесени Флеминга. Ответом было молчание. А время шло. Тогда глава Всесоюзного института экспериментальной медицины Зинаида Виссарионовна Ермольева обратилась лично к Сталину с просьбой позволить ей начать работу над созданием советского пенициллина. Сталин разрешение дал в награду за спасенный ею от холеры Сталинград. В самые тяжелые годы войны были выделены средства на полномасштабные научные исследования. Зинаиде Ермольевой удалось получить штамм. Пеницилум, хрустозум. Препарат был назван хрустозин. Первым больным, испытавшим на себе действия советского пенициллина, был красноармеец Михальченко. Его привезли с фронта с осколочным ранением. Рана не заживала. Стафилокок продолжал разрушать кровь. Больному начали вводить хрустозин. Через неделю рана полностью зарубцевалась. Еще через два дня Михальченко выписался из госпиталя и вернулся в строй. Молва о чудесном лекарстве пошла по всем фронтам. В 1943-м началось промышленное производство хрустозина, отечественного пенициллина. Узнав об успехах Ермольевой, в Москву приехал профессор Флори. Он привез свой штамм пенициллина и хотел сравнить его с хрустозином. Советское правительство настороженно отнеслось к этому визиту, но отказать союзникам было недипломатично. Как и полагалось, в таких случаях мероприятия курировали офицеры госбезопасности. В СССР давно привыкли к обязательному безмолвному присутствию этих людей на любых международных встречах. Никто из собравшихся даже предположить не мог, что на этот раз в истории с плесенью сотрудникам НКГБ будет отведена особая роль. Ермольева волновалась. Сотни бессонных ночей, годы работы. Эффективность хрустозина многократно была доказана в клинической практике. Но теперь предстояли сравнительные испытания. Советского пенициллина хрустозум и американского нататум. На карту был поставлен престиж всей советской науки. Товарищ Ермольева, позвольте представить вам профессора Зинаида Ермольева. Рада видеть вас. Добро пожаловать. Продолжение следует... Продолжение следует... Активная штамма пенициллина на нататум составляет 20 единиц в одном миллилитре. Национальный нататум составляет 20 единиц в одном миллилитре. Поздравляю, профессор. Это прекрасный результат. Мои congratulations, профессор. Это структура. Спасибо. 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 Активная штамма пенициллина хрустозум составляет 28 единиц в одном миллилитре. Профессор Флори говорит, что это невероятно. Он восхищен и поздравляет вас от всего сердца. Спасибо. Здравия. 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 Я бы мог проверить эту проведение в моей лаборатории, в Нью-Йорке. Я прошу твоего позволения взять обрезку крустазина. Профессор просит разрешение взять образец крустазина с собой в Нью-Йорк, так как для его исследования в Советском Союзе пока нет аппаратуры. Да, конечно. Я буду вам очень благодарна. Конечно, я очень благодарна. Спасибо. Принеси? Да, да. Я принесу. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста. Стоп, 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 стоп. Где полоски с американским чиппаратом? А зачем? Зачем? Неси. Лицо смени. Вернувшись в Америку, Флори исследовал полученный образец и был разочарован. В своем отчете он написал, советская плесень оказалась не «Крустозум», а «Нататум», как у Флеминга. Ничего нового русские не открыли. Когда в 1941 году тысячи советских солдат умирали в госпиталях, союзники проигнорировали просьбы Москвы о пенициллине. Теперь органы госбезопасности намеренно утаили штамм «Крустозина» советского пенициллина, более эффективного, чем пенициллин Флеминга. До окончания Второй мировой войны оставался один год. Этот антибиотик показал исключительно высокую активность и эффективность при лечении раненых на полях Великой Отечественной войны. Раненые получали своевременное лечение пенициллином, избегали, тяжело раненые избегали ампутаций и могли возвращаться в строй в течение месяца. Однако эйфория врачей и ученых продлилась недолго. Сразу после войны появились сообщения о госпитальных инфекциях, вызванных разновидностью золотистого стафилокока, резистентной, то есть устойчивой к пенициллину. Вслед за стафилококом к пенициллину начали приспосабливаться и другие бактерии. Узнав об этом, Ховард Флори сказал, антибиотики надо назначать только когда речь идет о жизни и смерти. Они не должны продаваться в аптеках, как аспирин. Но уже в 1946-м антибиотики появились в свободной продаже. И это спровоцировало появление нового поколения микробов. Ученые изобретали очередной, более сильный вид антибиотиков. Микробы в ответ становились еще сильнее. Вскоре разработка антибиотиков превратилась в настоящую гонку вооружений. Мы живем в эпоху бактериологической войны, хотя это звучит очень страшно. Но это не война одной нации с другой, а война человека с микробами. По официальным данным, уже сегодня 60% микробов абсолютно нечувствительны к основным антибактериальным препаратам. В больницах США ежегодно умирают около 14 тысяч человек из-за того, что им не помогают антибиотики. Антибиотики действуют таким образом, что они убивают сильные бактерии, но оставляют слабые. Но и слабые бактерии способны к колонизации. Они перерождаются в более развитые формы, и их сопротивляемость антибиотикам повышается. Доказано, что вместе с патогенными микробами антибиотики убивают полезную микрофлору человека и отрицательно влияют на иммунную систему, особенно у маленьких детей. Канадские ученые установили, что грудные дети, которым давали антибиотики, впоследствии в два раза чаще заболевали астмой. Вот у ребенка менингит, пожалуйста, не назначайте ему антибиотик, боритесь за иммунную систему. Но боюсь, что в 99% случаев бороться некому за это будет. Когда человек тонет, его волокут за волосы или за руку и вывихивают ему ключицу, никто не думает об этом вреде, потому что главное спасти жизнь человека. То же самое с антибиотиком. Когда человек погибает от пневмонии, то нет разговора о том, что у него что-то, ему что-то будет потом не в порядке, что у него будет дисбактериоз или у него что-то, может быть, даже с иммунитетом случится. Не до этого. Главное – спасти человека. Биологи и медики в один голос утверждают – антибиотики – это средство экстренной помощи, к которой следует прибегать только в серьезных случаях и только по рецепту врача. Если принимая необоснованно любой лекарственный препарат, пациент наносит вред себе и своему карману на здоровье, то, когда речь идет об антибиотиках, пациент, кроме того, что наносит вред себе своему карману, он еще наносит социальный вред, ускоряя формирование резистентности. Если в организме одного человека появились резистентные микробы, эти микробы появятся и у тех, кто вокруг него – членов семьи, коллег, знакомых. Теперь в случае заболевания антибиотики определенного вида им уже не помогут. Микробная устойчивость заразна в буквальном смысле. Распространяется она быстро и на значительные расстояния. Мир становится все более беззащитным перед микробами и плесневыми грибами. Невидимые человеческому глазу они способны серьезно сократить численность населения Земли. У любого живого существа на планете есть свой биологический ограничитель. Поскольку есть бактерии, которые наносят вред здоровью человека, то, соответственно, есть вирусы, которые, убивая этих бактерий, помогают человеку выздороветь от той или иной болезни. Вирусы, которые убивают болезнетворные бактерии, называются бактериофаги, в переводе с греческого – «пожиратели бактерий». Размером бактериофаги не более 20 нанометров. Чтобы жить и размножаться, бактериофагам нужен хозяин – болезнетворная бактериальная клетка. Бактериофаг находит клетку хозяина, прикрепляется к ней и впрыскивает свою ДНК внутрь. Клетка лопается, и появляются полсотни новых бактериофагов, которые ищут новую добычу. Когда полностью уничтожена популяция, например, микроорганизмов, вирус выводится из организма хозяина. Они выводятся и живут в воде, в озерах, в болотах. И находятся они там до того момента, пока их выпьет животное или выпьет человек, и они снова попадают в организм. Если антибиотики – это мощное оружие крупного калибра, то бактериофаги – самонаводящееся оружие точечного действия. Нанотехнология, изобретенная природой задолго до того, как на Земле появился человек. К антибиотикам микроорганизмы научились подбирать защиту. А на бактериофаге это не установлено, что он может выработать защиту. Но это как борьба двух начал, скажем, как вот так бы заяц выработал устойчивость к волку, например. Организм человека – это часть общей системы, каждый уровень которой, начиная от клеточного и заканчивая планетарным, отлажен до мельчайших деталей. За любым вторжением в систему обязательно последует серьезный сбой. Единственное, что может сработать – это сохранение баланса. Нам нужно учиться у плесневого грибка, он требует баланса, гармонии. Это тот мир, который населяет нас и который помогает нам жить на этой планете. И мы защищены, если все находится в гармонии. Любая система подразумевает наличие некоего аварийного индикатора, который предупреждает о нарушении гармонии заранее, чтобы не допустить самоуничтожения. Судя по всему, в нашей системе роль индикатора играет плесень. Не об этом ли ее исключительном свойстве знали древние? Ведь она действительно появляется именно там, где что-то нарушено. И в тот момент пока еще не поздно. В марте 1981 года космонавты Владимир Коваленок и Виктор Савиных прибыли на космическую станцию «Салют-6». По традиции предыдущий экипаж оставил им соль и хлебные подушечки. Они были седыми, вот как инии. Это была настоящая плесень. Все резиновые тяги, бегущие дорожки. И там, где была мальмальская материя, не синтетические искусственные такие покрытия, а где была материя нитки и так далее. Но если бы там было больше такой органической материи, то станция превратилась бы действительно в такого хомячка пушистого. Когда в лаборатории мы посмотрели и оценили, что же происходит с этими поверхностями, то выяснили, что это действительно рост грибов, который в отдельных случаях приводил к повреждению материала вплоть до сквозных отверстий. И так происходило с каждой станцией, которую выводили на орбиту. Спустя какое-то время там обязательно появлялась плесень. Но самые серьезные проблемы она создала на орбитальном долгожителе Международной станции МИР. Огромные колонии плесневых грибов протравили на сверхпрочном кварцевом стекле иллюминатора пустую сеть мелких царапин. Когда прибор коммутационной связи, проработавший на станции, в течение 10 лет, после выхода из строя был спущен на землю и при открытии кожуха на трубках, которые изолировали медные провода, был виден невооруженным глазом такой обширный и значительный рост плесневых грибов. 23 марта 2001 года станция МИР была затоплена в Тихом океане. К этому времени она давно выработала свой ресурс. Оборудование было рассчитано на 5 лет работы, а эксплуатировалось 15 лет. Индикатором опасного состояния выступила плесень. Интересно то, что грибки были даже упомянуты в Библии. По-моему, это показывает важность грибков для человечества и жизни на Земле. В Ветхом Завете подробно описывается появление плесени на камнях жилых домов. Ямины зеленоватые и красноватые, которые кажутся углубленными. И дается точный порядок действий, который надо совершить. Вынести все из дома, выломать пораженные камни, а стены оскоблить. Если это не поможет, разрушить дом до основания. В Писании говорится, что Господь заранее предупредил Моисея. «Когда войдете в землю ханаанскую, которую я даю вам во владение, я наведу язву цараат на дом их землевладения вашего». И здесь как будто речь идет не о язве, а о некоем благе, которое обещает Всевышний своему народу. Оказалось, что коренные жители ханаанской земли, Амареи, имели обыкновение прятать в стены своих домов золото. Когда ломали стены, то там, где был цараат, часто обнаруживали клады. Получается так, что не будучи благословением, цараат указывает путь к благословению. Слово цараат буквально означает удар, а болезнь цараат – это проказа. Именно так в Ветхом Завете называется плесень на стенах, на одежде, на глиняной посуде. И точно так описывается образование на коже человека – то, что сейчас называется проказой. Проказа или лепра – страшная болезнь, поражающая сначала кожу, а затем и внутренние органы человека. Самые древние находки – это территория Африки. По сути, это тот ареал, где формировался человек современного вида на истоке своего развития. И поэтому есть основания предполагать, что проказа – это действительно древнейшее заболевание человека. Возбудителем проказа является микобактерия лепра – микроорганизм, соединяющий черты бактерий и грибов. Только в очень редких случаях ее удается привить лабораторным животным. В естественных условиях проказой может заболеть только человек. Тайна проказа не раскрыта до сих пор. Возможно, ее разгадка находится за пределами биологии. Механизм распространения этого заболевания, скорее всего, связан с крестовыми походами. И, в первую очередь, с военными событиями. Потому что именно это то состояние, которое большую часть населения ввергает в физиологический стресс. Это не заболевание. Это знак. Вид отмеченности небесами. Это знак на доме, на человеке, на одежде. Он имеет некий смысл. И происхождение этого заболевания не медицинское. Это особая вещь. Прокаженному королю Балдуину IV было 22 года. К тому времени он уже не мог ходить и полностью ослеп. Местные жители не сомневались, что страшная болезнь короля – это божья кара на крестоносцев, которые именем Христовым прикрывали свои грязные и кровавые дела. Но юный король, взошедший на трон еще подростком, был единственным благородным человеком среди рыцарей и разбойников. Балдуин сумел заключить с султаном Салахаддином перемирие и ценой невероятных усилий поддерживал его четыре года. Все рухнуло в одночасье, когда сеньор трансаорданский Рене де Шатийон отправился грабить паломников, направляющихся в Мекку и Медину. Потрясенный такой наглостью Салахаддин осадил крепость Шатийона замок Керак. Умирающий Балдуин привел на помощь вассалу свою армию. Кто перед войском Геуров? Король Балдуин. Прокаженный? Да. Воистину страшное доказание ждет нечестивых и неверных. Солнце уже высоко, мой повелитель. Начать наступление? Нет. Подождем. Прокаженный должен уйти. Он не может бросить свое войско. А я не могу наказывать того, кто берет на себя чужие грехи. Этот умирающий юноша отмечен Аллахом. Отводите войско. Мы уходим. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Королю плохо. Осторожно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ложе королю! Где Балдухин? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Еще два года сострадания к прокаженному королю, взявшему на себя слишком тяжелый груз, удерживала Салахаддина от похода. Когда Балдуин умер, среди рыцарей начались распри. И султан завоевал Иерусалим. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА В средние века плесень считали изобретением дьявола, придуманным для того, чтобы нарушать гармонию и приводить людей в отчаяние. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Науке понадобилось несколько столетий, чтобы убедиться в том, что плесень не нарушает гармонию системы. Напротив, она является индикатором нарушений. Она подает сигнал, а уже расшифровать его – задача человека. Сегодня наука подошла очень близко к разгадке многих тайн плесени. Но плесень продолжает преподносить все новые и новые сюрпризы. Университет Ноттингем, лаборатория доктора Пола Дайера. Ученые обнаружили, что плесень, единственная из простейших организмов, способна размножаться половым способом. Мы обнаружили особей обоего пола. Можем называть их мужчины и женщины, если пожелаете. Это было большим сюрпризом, так как раньше мы не замечали у грибков деление по половому признаку. Такой способ размножения дает грибкам надежду выжить в быстро меняющемся мире. Возможно, нашу планету ждут глобальные изменения, а плесень начинает готовиться к ним заранее, чтобы быть во всеоружии. Ученые из разных стран уверены, даже если произойдет глобальная катастрофа, плесневые грибы не погибнут. Если человек исчезнет с лица Земли, совершенно точно, что грибки будут жить всегда. Они существовали до появления человечества и будут существовать всегда. В 2003 году под саркофагом Чернобыльской АЭС были обнаружены скопления черного грибка. И мы предположили, что, возможно, плесень питается радиацией. Мы пытались имитировать, что происходит в натуральных условиях, например, в разрушенном реакторе на Чернобыле или в окружающих его областях. Культуры грибов подвергали излучению Цезия-137, который отвечает за большую часть радиоактивности в зоне Чернобыльской аварии. Всего за одну ночь, проведенную рядом с источником излучения, черные грибы вырастали в несколько раз больше, чем их собратья в контрольных образцах без радиации. В реальных условиях 4-го энергоблока отмечалось даже явление, названное радиотропизмом, по аналогии с гелиотропизмом, свойственным, например, подсолнухом. Грибы росли в сторону источника радиации. Роль хлорофилла у грибков выполняет черный пигмент меланин, один из самых древних и малоизученных пигментов. Именно благодаря меланину чернобыльская плесень получает свой устрашающий черный цвет. Сейчас мы пытаемся понять механизм, с помощью которого меланин поглощает радиацию. И мы надеемся, что когда объяснение этому механизму будет найдено, мы вполне вероятно сможем найти способ использовать этот тип энергии. И тогда необыкновенное свойство черной плесени, умение преобразовывать энергию смерти в энергию жизни, поможет человеку бороться с радиоактивным заражением. Уже сегодня это свойство дает ученым основания для смелых проектов, например, биологического освоения других планет, которые на сегодняшний день для жизни непригодны. Если специально отобранные грибки в специальных контейнерах будут отправлены на другие планеты, и они будут как бы первыми колонизирующими организмами, которые создадут, так сказать, среду для более высших организмов, например, для растений. В декабре 2007 года американское аэрокосмическое агентство заявило о важном открытии. В колее, оставленной на грунте сломанным колесом марсохода «Спирит», обнаружены следы деятельности микроорганизмов. А это значит, что теперь мы с уверенностью можем ответить на вопрос, «Есть ли жизнь на Марсе?» Жизнь есть, и это плесень. Мир без плесени был бы мертвым миром. Наличие плесени – это один из признаков, который подтверждает, что этот мир еще жив. Источник жизни внутри нас, в клетках нашей крови, и этот источник – гриб микора. Это и начало, и конец жизни. У нас есть выбор. Мы выбираем сами свой путь. Вторую неделю над пустыней царил нестерпимый зной. Вереницы людей потянулись к пересыхающим колодцам, чтобы набрать воды впрок. Каждый мог набрать столько воды, сколько вместят его кувшины. Никто не знал, когда окончится зной. И пришел бедняк с детьми к шатру богача и стал просить, «Дай нам свободные глиняные сосуды. Если не наберу воды, то погибнут от жажды мои дети». И отвечал ему богач – «Не держу я свободных сосудов. Пойди к гончару. Скорее, он поможет тебе». Через три дня пошел дождь, и наполнились водой колодцы, и радовались люди. И вошел в тот день богач в шатер свой и увидел пятна плесени, зеленоватые и белые, и разрастались эти пятна. Испугался богач и стал спешно выносить свои вещи из шатра, чтобы не поразила их плесень. И увидели все, что было у него среди всякой утвари, много кувшинов свободных. И пришел мудрец и сказал – «Грех совершил ты, отказав детям. Едкая плесень указала тебе на твой грех, чтобы ты мог исправить его. Теперь сожги шатер свой за станом, омой вещи водой, а сосуды отдай бедным». И сделал богач все, что повелел мудрец. Человеку для жизни необходимо неизмеримо больше, чем всем остальным обитателям планеты. Это единственное живое существо, которое не приспосабливается к среде обитания, а меняет эту среду под себя. Ну, Бог, собственно, нам и дал землю для того, чтобы мы на ней жили. И вот хранить и возделывать – это означает нести ответственность, с одной стороны, а с другой стороны – возделывать, то есть получать от планеты то, что нам необходимо для жизни. Этот мир создан совершенно. В нем нет ни одной лишней детали. Все наполнено смыслом, все связано между собой в бесконечно сложную и бесконечно прекрасную картину мироздания, где каждый элемент играет свою особую роль. И чтобы мы случайно или осмысленно не разрушили этот мир, дано нам предупреждение, особый знак, проклятие и благословение одновременно – плесень. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok